В программе «Большие деньги» мы продолжаем цикл передач из малых сел Хакасии. Сегодня правительство республики пытается не только сохранить, но и развить небольшие поселения региона. В этот раз наша съемочная группа выехала в Аалшуршев у Стабаканского района. Всего 33 километра от Абакана проблемы с роднеотдаленным селом. По числу жителей деревня едва дотягивает до 100 человек, а единственная в ней улица зеленая расположена прямо посреди поля. Вместо асфальта гравий, а свет на уличных столбах не зажигался ночью уже десятки лет. Тишина и удинение. Однако такому спокойствию сами жители не рады. Работы нет. Хотя не так давно труд ценился и здесь. Еще в 80-х годах Аалшуршев давал рабочие места. Вот в начале деревни там был маслозавод. Работала, ферма была, здесь коровы были, свинокомплекс был. Недалеко местный совхоз выращивал овощи. На их прополку и уборку приезжали студенты со всей Хакасии. Трудовой лагерь разворачивался на окраине деревни. Каждая семья имела стабильный заработок. С годами ситуация кардинально изменилась. Молодежи осталось в деревне очень мало. В основном у нас старые жители. Но надеемся, что возрождение будет, потому что от города все равно считается, мы недалеко живем. И вот сейчас очень часто приезжают люди, спрашивают, чтобы купить здесь участок, купить, дом купить. Все равно уже ближе к городу как-то. Надеемся, конечно, что возрастет, станет колен в нашей деревне. А еще год назад новичков в Али встречали редко. Да и кто захочет, признают жители, обосноваться на месте, где элементарно за булкой хлеба нужно ездить в соседнюю деревню, Райково. В Али нет собственного магазина. У нас автолавка приезжает. Ну, все равно там, знаете, сами, набавка такая. Например, кофе стоит 25, там 35, 40. Ну, куда-ка тихо тут. А вот с водой, в отличие от многих малых сел Хакасии, в Али-Шурше в порядок. Централизованного водоснабжения хоть и нет, но во многих домах пробиты скважины, подведены трубы. С другими благами, такими как ФАП, детский сад или школа, дела обстоят сложнее. За этими услугами снова в соседнее Райково. Да и то попадешь, если повезет. Автобусная остановка находится на трассе более чем за километр от села. Маршрутная же «Газель» больше 13 человек увезти не может. А значит, детей в сад и школу приходится отправлять одних. Вот представьте, уводится, например, в садик ребенка, а назад как? Никак. Это вот от грабли сделали карусель. Это вот с лесу, чурки всякие, с всяким досочек, с коряк. Вот из того, что было, все лепили. Ребятишкам нравится все это. Вся деревня здесь собирается. Самодельную детскую площадку совсем недавно дополнили новыми каруселями. Село попало в список на преображение по республиканской программе сохранения и развития малых сел Хакасии. С помощью нее у небольших сел появился шанс не только выжить, но и реально улучшить условия. Главный координатор проекта – Министерство экономики республики. Алла Шурашев курирует комитет по управлению госимуществом. Его специалисты уверяют, установка качель – только начало. На этот год по этому населенному пункту запланировано строительство досугового центра небольшой вместимости, ну до 100 человек. Это реально уже сделать в этом году, построить это здание. Кроме того, освещение улицы основной, кроме того, асфальтирование подъезда к селу, то есть это порядка километра дорожного полотна. По предварительным подсчетам только в этом году затраты составят 2,5 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на благоустройство Алла, причем по разным отраслям, в том числе и сельскому хозяйству. Сегодня, пожалуй, это самое востребованное направление. Если не хозяйство, значит ты нигде не заработаешь. Это и мясо для себя, и какая копеечка, что в другой раз. А так в деревне работы нету, все поразвалилось. Вот так вот и выживаем. Держим корову, теленок есть, бычок еще есть, ну овечек, сами пасем. Прокормить и вырастить скот – дело, конечно, затратное и по силам, и по средствам, но все же главная головная боль сельчан – где реализовать продукцию. Некуда сдавать так, что вот раз и сдал мясокомбинатку, да, в основном заезжают и вот так, кто спрашивает. Сегодня вопросом реализации занимаются специалисты Минсельхоза. Они же объясняют людям, как оформить крестьянско-фермерское хозяйство, трудиться на себя и зарабатывать реальные деньги. В итоге с открытием новых мест снизить безработицу в родном селе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин